И так, господа, это с уголовной сбой сегодняшнего грандиозного международного турнира AC Young Angels под номером 16. Это Толстой Юрт. И представляю вам героев этой схватки. Спортсмен в синем углу. Ему 28 лет, официальный вес, 66,3 килограмма рост, 173 сантиметра, профессиональный рекорд. Семь побед, три поражения. Его базовый стиль ММА. Он представляет город Новосибирск в синем углу Махамаджон Курбонов. И его соперник в красном углу. Ему 25 лет, официальный вес, также 66,3 килограмма рост, 172 сантиметра, профессиональный рекорд. В пяти боях всего одно поражение. Его базовый стиль также ММА. Он представляет Чеченскую республику грозный, красном углу, Юсуп Хачви, Зубариз. Рефри боинка Гирихан Шабиловш Магас. В середине бойцы. Напоминаем, возмущенный жидкер, декор добьем, в течение всего боя ведем активную защиту. Все понятно? Божали руки по углам. Ну, здесь, я как понимаю, локти уже разрешены. Ну, а почему бы нет, собственно. Да, это не гран-при. Да, собственно, к следующему этапу гарантированно спортсменам не обязательно. То есть у них, когда они будут готовы, тогда и будут готовы. Это в гран-при есть четкий календарь, которому придется следовать. Поэтому, да, здесь как бэкэлбо, который мы сегодня увидели, локт с разворота, вполне возможен. В принципе, все удары локтями, а почему нет? Ну, и да, безусловно, очень опытные спортсмены. У одного 9 поединков, у другого 5. Причем в пользу гостя, которые более опытные. Даже 10, по другим данным, у Махаджона Курбанова. Ой-ой-ой, прямой попадает. Да, чеченский спортсмен. Ну, и все, что ищут, ищут сейчас оба спортсмена. Хороший фронт-кик. Разведка идет по-прежнему одиночными ударами выстреливают спортсмены. Не форсируют ни тот, ни другой. Ну, а, собственно, профессионалы, они к этому стрессу привыкли, и у них нет такой вынужденной реакции как-то на стресс прям бежать вперед или бежать назад. Они готовы подождать и посмотреть по вот этим вот коротким реакциям. Ну, вот что, например, просто для тех, кто, не знаю, может быть, первый раз включил трансляцию единоборства. Почему спортсмены постоянно так качаются из стороны в сторону, делают эти микродвижения вперед-назад. Они таким образом собирают информацию про моторику своего оппонента и про те действия, которые он делает в этой или в этой ситуации. Вот чем больше информации они соберут, тем, соответственно, лучше они, возможно, смогут угадать действия своего оппонента. Вот эти микродвижения, они очень большую роль играют. Ну, собственно, в этом пока и проходит основной поединок. Удары в основном одиночные, да и это логично для профессионалов, чего куда торопиться. Время есть. Итак, в стиле Шамиля Завурова он тоже в большей степени, ну, я имею в виду, именно план на бой в последнее время, он больше вот именно одиночными, ну, там, двойками атакует. Ну, человек видел в своей жизни все. Я и говорю, постепенно. Ему куда спешить, ну, то есть, ну, трехкратный чемпион мира по-боевому, Саха, заслуженный мастер. Профессионал был там, чемпионом М1, если не ошибаюсь, чемпионом Ахматовым был, да? Нет, был финалистом Гран-при. Финалистом Гран-при. Какой-то японский, по-моему, у него поезд был, прочее-прочее. В общем, боев у него было много. Октагон файтинг чемпиона. А, да-да-да. Октагон файтинг сенсейшн. Или, да, OFC. OFC, да. Артур Бегракян обычно обижается, когда говорят OFC, OFC. Это привычный на слух. Ну, да, мы привыкли говорить OFC, потому что обычно чемпионшип, а тут, то именно сенсейшн. Ярославский закрыт турнир. Ну, кстати, там интересные тоже были спортсмены. В свое время, не знаю, сейчас есть их турниры или нет. А замгопору выходить оттуда, как раз таки. Ну, я вот о Копе Степаня на первую, что могу вспомнить, по-моему, первых чемпионов в Локомбисе. А тем временем вот такой неплохой то ли Крус, то ли Уверхенд не успел разобрать. С стороны Мухаммаджона зашел отличный фронткик уже от Юсуп Хаджи Забариева. И колено попадает ли цель? И, кстати, опять вот видели, Локк с разворота попробовал, промахнулся, но вариант интересный был. Будет ли сейчас перевод? Ну, кстати, вопрос на таком уровне вполне себе, может быть, и заблокирует попытки в группу спортсменов. Попытка перевода не оставляет Юсуп Хаджи Забариев. На каком-то уровне спортсмены становятся в некотором смысле такими неваляшками. Тяжело просто уронить и все. Ой-ой-ой, вот сейчас попадание в корпус. Очень тяжелое, сбил дыхание и пытается добить, если хватит соперника. Да, именно колено в корпус. Копытка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это, в принципе, в долгом восстановлении и потребует. Субтитры создавал DimaTorzok Одержал победу Юсуп Хаджи Забариев Грустный! Которого вам поздравляю с победой. Дового командира Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok